По принципу, помните анекдот, когда этот самый волк весь перебинтованный, почему нарвался на зайца-самбиста? Я сейчас вам задам такой вопрос, причем хотелось бы не общий, а реальный ответ, если он вообще существует. Итак, я понимаю так, я когда-то брал 200 косточек, семечек шелковицы, роскошь невиданная, прислали в Сибирь, каждый год умирали 20-30, наконец из 200 осталось 10, 5 мужских, 5 женских, и когда я дождался плодоношения, посмотрите на ноготь на мизинце, посмотрели? Вот такие плоды, то есть остались чистые дикари. Значит, отбор был произведен в Сибири, все, что было чуть-чуть культурнее, вымерзло, и остались совершенно негодные к еде эти самые шелковицы. Это был мой отрицательный опыт, но результат по науке тоже результат. Потом, когда я, у меня было несколько случаев, когда мои косточки персика, косточки абрикоса, перевезенные в южные края, давали плоды больше, чем я обещал. И у меня созрела крамольная мысль, что внутри плодов, нет, внутри семян, косточек, есть какая-то особенность чувствовать, где живешь. Вот, на севере дает мелкие плоды, чтобы выжить, оно же на юге расслабляется, и это же семя, не другое, что половина на север, половина на юг. Там получается другая тенденция, чем севернее, тем больше отходов. Ну, то есть, чем культурнее, тем больше они погибают. Вот, чем чаще, остаются вот как шелковицы, остались самые мелкота. И вот получается, а тут одна семечка, я, мой зрительный опыт, я его на севере, в Сибири посадил, а если я его же отвез бы на юг, так, такие случаи были у меня с персиком. У меня 30-40 грамм, максимум 50, в других местах оказалось 60, 90, и даже 200, и даже 240. Чем, вот теплище уже юг, согласны? Да. А семечка-то одно и то же, косточка одно и то же. Вот, то есть, здесь мистика не мистика, но откуда оно знает, вот, гражданин ученый, я уже так утрирую, откуда оно знает, что это, чтобы... Да. Ну, как оно широту определяет? Вопрос к науке, я извиняюсь, перебил, да. Я не думаю, что это вопрос к науке, потому что это все-таки, как сказать, трудно экспериментировать, да, в этой сфере. Вот, но, на мой взгляд, очевидно, что ДНК – это фиксация потенциала какой-то культурной жизни, ну, это, в общем-то, и человека касается, да, и растения. Вот, то, под какую среду он существовал, он, грубо говоря, меняет свою генетику, и в следующий раз эта генетика помогает ему продолжать под эту культурную среду жить. Но это не значит, что генетика определяет, это просто облегчение, то есть, да, это просто, генетика – это способ, как бы, более просто воспроизводить старый образ жизни, скажем так. Вот, ну, я вот так вот это вижу, да, что и живые организмы, они, конечно же, как я сказал, они очень восприимчивы, и я студентам показываю такую схему, когда мы, если правильно используем данные, да, вот, к сожалению, большинство принятых методов используют индексный подход. Вот, хотя даже химики знают, что, там, как бы, хроматограф нужен спектр, да, то есть спектр, и этот спектр уникальный, и он характеризует определенное вещество, и не только вещество, а еще и по пику там, да, к примеру, количество вещества, да, вот. Вот, вот, так же и с живыми системами, да, когда мы уже смотрим на сообщество или разные, или набор разных видов, реакцию набора разных видов, мы получаем уникальную картинку. Но все еще она трудноинтерпретируемая, да, требует какой-то аналитики, рационального подхода, вот. Но на экосистемном уровне, да, есть вот приемы сейчас, да, один из таких, я тоже не знаю, когда он внедрится, но доношу его. Когда, например, берут каплю из почвы, то есть центрифугируют почву, берут, то есть без взвеси каплю и высушивают его буквально в течение 50 минут в термостате, а потом микроскопируют, да, и фотографируют. И вот оказывается, при высыхании образуется определенный рисунок, вот. И уже сразу видно, что если сравнивать нарушенную почву и здоровую, то этот рисунок, то здоровая почва, он будет симметричный, более симметричный. А менее здоровая будет какой-то сырьянами, искажениями, да, с несимметричностями. Вот, понятное дело, что эту симметрию всегда можно конвертировать в более примитивную оценку в виде цифры, ну, как доля симметрии, да, мер асимметрии, да, центральная симметрия, например, и получить цифру. Но важно то, что визуально мы уже видим, визуально вот прям видим, да, и она красивая, вот. А сейчас ученые говорят так, что красота – это и симметрия по большому, это способ, этот человек так вот воспринимает симметрию. То есть мы даже вот на все смотрим и все диагностируем, вот. Это доступно, в принципе, каждому, и я глубоко убежден, что только человек обманутый, ну, а в некотором роде сам обманывающий, да, потому что если в тебе это есть, то ты, если ты обманываешь кого-то, то ты одновременно и себя обманываешь. А если ты себя обманываешь, то ты не веришь в себе, да, то есть это не только интуиции какой-то тонкой касается, а это касается и тогда и даже чем увидишь, смотришь, а не можешь поверить, да, вот, потому что нет чистоты вот этой, вот, скажем так. И поэтому мы не слышим свои сигналы, то есть мы не доверяем, да, своему вот этому грубому и тонкому восприятию. А на самом деле все живые системы владеют им, да, и, может быть, они знают не только в каком регионе вы посадили это семечко, а ваш знак зодиака и как вас зовут, понимаете. Вот, я так думаю. Ну, по крайней мере, все мои эксперименты, которые я проводил, ну, я могу просто пример так, чтобы не голословенщик привести, он чуть-чуть займет времени, когда я на биотестах испытывал образцы из модельного эксперимента. Нет, сейчас давайте это, сейчас немножко ближе к теме, почему, ну, еще существует ресурс этого, у батарейки, или как это, у аккумулятора. Да, да. Смотрите, вы про Максима Никитина что знаете? Правда, гений? Ой, Максима Никитина, честно говоря, сейчас вот на скидку, может, я запамятовал имя, но не знаю, наверное. Ну, это тот самый, сейчас это сенсация мирового уровня, будущий Нобелевского ряд, значит, все в одной фразе. ДНК – это не железобетонная конструкция, вокруг него, вокруг этой молекулы крутится много микромолекул, которые ученые до сих пор привыкли называть мусорными, и вдруг он открыл, что каждый раз какая-то из этого мусорная встраивается и меняет характеристики, и из этого сделали мировую сенсацию. Сам Мишустин представил его как гения, теперь он только докладами, вот. Ну, в общем, просто запишитесь где-нибудь, Никитин Максим, тогда эту тему оставлю. Вот еще смотрите, значит, в каком месте мы можем пересечься? Ведь я привык, когда мне звонят, то говорят, мне нужны косточки, семечки, учебные диски, черенки на прививку, саженцы. Вы когда позвонили, у вас, это я специально, я зацепился за вас как за ученого, за профессионала. А если бы вы не сказали, что вы ученый, я бы спросил, что изволите? Вот, мы бы тогда все равно бы поспорили, почему. У меня косточки, огромный аспект их, да, вот, огромный. А еще мало того, что название несколько десятков, только абрикосов. Но они все, косточки, ни одна не будет соответствовать той фотографии, которая выставлена у меня в качестве примера, ну, то есть, каталога. Они все равно будут отличаться. Чуть хуже, чуть лучше, вот, чуть слаще, чуть кислее. Все равно, то есть, больше, знаете, Курдюмова того, что, наверное, знаете? Он же, он же этот самый, он же темирязевец, и вы темирязевец. Вот, знаете, вот он есть, вот эту волшебную фразу произнес. Железов, значит, полностью, значит, отменил понятие сорта. Это, это такой грех у меня есть. Вот, смешанный сад, это не ученый сад. В ученом саду, если бы они, рядом бы манчжурцы росли с королевскими баями и с этим, с академиками, это то же самое, что этого самого, запустить дворового пса в эту, к сучкам породистым, к псарню. Вот, это то же самое. А я запустил, вот, и балдею. И вот это слово упразднил, он применил, Курдюмова слово упразднил. Все, больше сортов нету. И, а потом я начал думать, а как же ученые могут вывести новый сорт, он же, извините, с вами, как, говорю уже, как селекционерам, вы темирязевец, вы темирязевец. Смотрите, значит, у него ученые, допустим, кто-то занимается выведением нового сорта абрикоса. Морозостойкость нужна и качество плодов нужно, все до кучи. Скрестил два сорта индивидуально, вот скрестил и все. Значит, и должен был получить, один дать, мама, допустим, морозостойкость, папа, качество, второй может дать не морозостойкость и не качество не дать, третьей морозостойкости есть, качество нет, четвертой морозостойкости нет, она замерзла, и качество ни при чем. Вот все эти варианты, это же Мендель, его же никто не отменял, кроме Мичурина. Ну да. Вот. Я хочу вас это, извините, попались. Значит, Мендель, для вас его законы существуют, именно в биологии, или все-таки гороховод и чуть ли не тупица, по мнению Мичурина. Почему? Потому что... Наверное, существует все-таки, потому что... А-а-а! Слава Богу, хоть успорить не будем. Существует. Тогда получается или папу, или маму. Потом, самое интересное начинается, потом берем эти косточки, вот мои, да? Вот. Люди же как, посмотрели на мои фотографии? Я сейчас уже не буду их здесь показывать. Посмотрели на мои фотографии? Во! Выбираю Бая, выбираю Серафим. А этот, который у вас поздний, чтобы по заморозке не попал. Ага, Филиппева. Ага, Серафим поздний. Вот. А у него другой папа совершенно. И не поздний. Вот. Я не знаю ответа, а меня пытают. Ладно. А в ученом саду это же происходит. Потом. Для чего нужна наука? Мне это наболело, это, Михаил. Наболело. Для чего нужна наука? Вот они вывели его и в свободную на волю отпустили. И вот он попадает в сад, где полно разных абрикосов. Так. Я на себе проверил на своем саду. Существуют прямые, не только потомство. Мы же носили папа, мама. А здесь прямо вот он опылил одно другое дерево. Не потомство. А вот прямо оно взяло и изменило качество. Абрикос самый благодатный материал. Вы согласны, что телегония существует? Да, нет? Помните анекдот? Да, нет? Пошел нафиг. Это как раз и говорит о пластичности, а не ДНК-зависимости. Вот. Еще не все. Оказывается, подводи-то влияют на привой. И как я замахнулся на то, что меняют даже на это. Даже на геном. Даже не на фенотипы. На геномы влияют. То есть, абсолютно другое дерево. И уже никогда не вернется обратно. То есть, подвой может изменить привой. Особенно. Ой, я сел на конька. Особенно, если прививка в районе. Особенно, если ветка вылезла. Побег из места прививки. Поняли? Это, по сути, то, о чем Горяев, я так помню. Он уже вроде как... О, Горяев, Латинхофф. Да, да. Ну, в общем-то, они все это более-менее систематизировано описали. И, в общем-то, опять же, это указывает на то, что мы во многом представляем мир сильно плотным. Хотя, в принципе, по большому счету, на мой взгляд, мы вообще все слабоматериальные. Ну, в некотором роде заряды такие, да. Вот. И магнитные поля, да. Ну, и даже не магнитные, а разные. То есть, материя, на самом деле, это вот эта черная материя, там черная энергия. Это вот ближе гораздо к материи. И когда мы с ней сталкиваемся, мы даже возможности зафиксировать ее не можем. А вот она материя. А мы нет. Мы скорее что-то такое эфемерное, да. И поэтому вычеркнуть здесь то, что это все пластично, это пластично. Просто наша ментальность, скажем, она удерживает восприятие о том, какой мир. И наши договоренности друг с другом. Мы назвали этот стул, он стоит здесь, все об этом знают, и поэтому мы не можем увидеть его в другом месте, скажем так. То есть вполне возможно, что мир куда мягче, а это чей-то, опять же, не самый добрый замысел ограничить нас в его сгибании. Михаил Александрович, вы Чехова читали? Сидят двое, поддают, и один вот как раз вот это же мировоззрение. Тебя нету, как нету, вот он я. Вот я сейчас отвернулся, и тебя нету. Это ничего, прошли сотни лет, ничего не изменилось. А вообще вы умудрились пойти против генетиков, против эсманистов-органистов. Я сейчас на вас ярлык повешу. Вы типичный мечу. Я слушал вас. Вы что думаете, я делал? Я развесиваюсь, я слушал. Вы типичный лысинковец. Поняли? Как вы теперь будете с этим ярлыком жить? Но это шутливый ярлык, только, пожалуйста, не воспринимайте всерьез. Сами сказали, все эфирменно. Я наношусь к оценкам в свой адрес. Вы же сами сказали. Я отвернулся, и вас нет. Поэтому, на самом деле, я думаю, каждый из нас создает мир. И нам, конечно, интересно точки сопряжения, как вы в этом разговоре даже ищите их, чтобы поддержаться и взаимоусилиться. А все, что идет в противорез и против, это вообще к нам отношения никакого не имеет. Оно, в общем-то, не нужно. Поэтому кто-то там строит какие-то, ну, от страха, видимо, какие-то зловредные структуры, там, изобретения, опять же, конструкции, которые требуют труда, требуют, вызывают страдания. И, в общем-то, ну, пока им нравится, пусть участвуют. Главное, не участвовать нам, а нам создают что-то здоровое, конструктивное. Вот, как, например, я считаю, вот вы сказали, да, что вы смотрите там телевизор или там какой-то другой источник информации и видите, насколько плохие, насколько не совпадают с вашими взглядами на садоводство рекомендации, там, в том числе ученых, там, и прочее. Вот, и, а я сегодня же сказал то же самое про пчеловодство, да, я назвал это, не моя фраза, но близкого мне человека, который этой темой занимался, уже покойного, геноцид против пчелов, да? Так, мы на этом остановимся, знаете почему? Сейчас уже точно заканчивается уже зарядка, а раз зарядка кончится, мы не сможем ничего записать. Вот, мое предложение такое, мы записали 50 минут, так? Так, я их разделю на 2-3 фильма, и с вашего разрешения, ничего кромбольного мы не сказали, политикой мы не занимаемся, вот, значит, я их выставлю с вашего разрешения у себя на канале. Надо будет, вы по WhatsApp-у запросите у меня эту, эту же нашу, как называется, ну, то есть ролики эти закажите. Их будет 2 или 3 фильма на моем канале, надо и вам передам, вот, и да. Ну, я могу, наверное, с канала их и скачать, наверное. Можно, можно, все можно. Так, это раз, это раз. Теперь, я всегда боюсь, не устали ли наши слушатели, поэтому, если мы продолжим уже не сегодня, все равно зарядка, тучу, вот, моргает, да? Значит, то, может быть, следующий разговор будет, ну, позвоните, я не знаю, что будет завтра, у меня такой... Да, да, давайте мы... Будет время, вы звоните, говорите, есть время, я говорю, нету. Вы звоните, есть время, я говорю, есть. И тогда мы поговорим уже о конкретном, если вас интересует иметь копию моего сада. Это будет... Да, ну, я хотел ваши советы некоторые... А, и советы, и советы про это. Все, последние секунды отсчитываю. Секунды последние, я не могу говорить толку, нет. Потому что никто не услышит. Очень здорово, очень здорово. Ага, и я... Нет, погодите, вы не отключайтесь, это я отключаю, это, запись. Спасибо. 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 Спасибо.